Приветствую вас! Первое, между человеком и Творцом. Второе, между человеком и его ближним по группе. Между человеком и остальными людьми, которые не являются его товарищами по группе. Но, с другой стороны, мы говорим, весь Израиль, товарищи, весь Израиль, сказано, создай себе равы и купи себе товарища. Это путь исправления. Сказано также «Оправдывай каждого человека». Что означает «Создай, купи и оправдывай». Следует пояснить, что «Создай» в данном случае выходит за рамки разума. Так как в ситуации, когда разум не понимает, стоит ли делать что-либо или нет, как же тогда можно принять решение «Что хорошо для меня, а что плохо?» Если с точки зрения разума два пути равны, то кто же тогда склоняет человека принять решение? Что стоит ему делать? И вот именно тогда своим действием ему нужно принять решение. Итак, перед человеком стоят два пути. Первый – работать ради отдачи. Второй – работать ради получения. Есть части в теле человека, которые говорят ему, «Неужели ты больше преуспеешь в жизни, если будешь работать с намерением отдавать?» «Неужели только в этом случае ты получишь наслаждение?» Сказано, «Если делаешь так, счастлив ты в этом мире и хорошо тебе в мире грядущем». И это – утверждение доброго начала в человеке. А утверждение злого начала как раз наоборот. Лучше и выгоднее работать с намерением получать. И вот тогда только сила, которая называется «действие веры выше разума», склоняет человека к правильному решению, а не разум и чувство. Поэтому действие называется верой выше разума и здравого смысла. Выходит, что вера – это сила, обратная разуму. Действие купи – это действие внутри разума. То есть согласно разуму. Как и в нашей жизни, когда человек хочет что-либо купить, продавец предлагает ему товар, а он стоит перед выбором, стоит ли покупать по той цене, что у него просят. И если не видит выгоды – не покупает. Выходит, что купи подразумевает использование разума. А сейчас разберем понятие «рав» и «товарищ». Иногда под товарищами подразумевают группу, вместе с которой хотят быть в единой связке. Это может быть благодаря совпадению по свойствам, когда каждый заботится о ближнем, то есть отношения построены на основе любви к ближнему. Получается, что таким образом объединяются и становятся единым целым. Поэтому, когда образуется некое общество, ставящее своей целью создание единой группы, тогда люди, которым захотелось основать такую группу, ищут обычно людей, подобных себе по убеждениям и по свойствам. И они должны ощущать более или менее близость по духу. Тех же, кто не подходит под это, не принимают в создаваемую группу. После этого в группе начинается работа. Но если с самого начала, то есть еще до того, как объединяются в одну группу, не ставили они единой целью такое объединение, то не стоит и надеяться, что получится что-нибудь из всего этого. И если до того, как они стали группой, можно было различить, что у них есть более или менее одно стремление, тогда можно сказать, что они способны начать работу в группе над любовью к ближнему. Между человеком и творцом Между человеком и творцом порядок работы таков, что сначала надо сделать себе рава, а потом уже купить себе товарища. То есть сначала человек должен поверить выше разума, что творец, он рав, то есть большой, превосходящий собственное я человека. Как написано в предисловии в книге Зоар, что самое главное — это страх перед творцом. И означает он, что человек должен трепетать перед своим создателем, потому что как он велик, простите, потому как он велик и властвует над всем. И в той мере, в которую он верит в величие творца, называемого в таком случае равом, в той же мере у него есть силы для действия купи, то есть купить путем отказа от собственного эгоизма единение по свойствам с творцом, называемое также слиянием с ним. И тогда творец называется товарищ, хавер, поскольку есть тогда объединение, хибур с творцом. Хавер и хибур — однокоренные слова. К примеру, когда покупают в нашем мире разные вещи, то обязаны заплатить за них деньгами, или почетом, или просто приложить усилия, чтобы достичь чего-либо. Также, когда человек хочет приобрести слияние с творцом, он обязан заплатить отказом от эгоизма, так как иначе не прийти к нему к совпадению по свойствам с творцом. В то же время, когда человек видит, что не способен на такой отказ ради достижения и единения с творцом, то он не должен, то он должен понимать, что это не из-за того, что он родился слабохарактерно, и потому не способен преодолеть собственный эгоизм, но недостаток его в «сделай себе рава», то есть в том, что он не работает над верой, так как только в той мере, насколько он верит в важность и величие творца, в той мере у него и есть силы отказаться от эгоизма. И более того, человек должен знать, что если он хочет оценить величину собственной веры, то он может увидеть это по той степени ограничений на использование своего эгоизма, на которую он способен пойти. Тогда он узнает, насколько находится в работе выше разума. И это верно между человеком и творцом. Может быть, имеются вопросы? Да. Муша из Мексики спрашивает, можете ли вы объяснить, что такое действие относительно рава? производить различные действия, чтобы мое желание получать, мое эго получило впечатление от Творца, от высшей силы, которого я не вижу и не чувствую его, чтобы впечатлиться от него, что он велик. Велик означает, он сильнее меня. Пока я нахожусь в желании получать, у меня есть только оценка силы или разума. Это тоже сила, в конце концов. Творец сильнее, он творец более великий, он более властвующий. Это я хочу, чтобы почувствовало мое желание получать. Тогда оно склоняется, подчиняется. Но я нахожусь между желанием получать моим и Творцом. И я определяю, я действительно этого хочу. Тогда я должен произвести какие-то действия, которые привлекают свет, возвращающий к источнику. Тогда желание получать мое впечатляется от воздействия света в том, что есть нечто великое, которое надо мной властвует. Достиг, скажем, какого-то уровня, какого-то понимания, какого-то ощущения величия Творца. В этой мере я подчиняюсь. Мое эго, мое желание получать, подчиняется. Я могу производить разные действия. Думаю о нем. Я хочу быть близок к нему, слить с ним и так далее. Все время я нахожусь, он все время находится в моем осознании. Потом приходит большее желание получать разные случаи, формы его, и у меня все это затушевывается, то, что Творец велик. Но я нахожусь все-таки в ощущении, что я могу выбирать, укрепиться или не укрепиться, в ощущении величия Творца. Это называется в вере. Тогда я снова произвожу разные действия, скажем, чтобы добавить себе впечатление, что Творец велик. Через группу распространения разные усилия снова происходит так, что я слит с тем, что эта сила властвует, она единая, великая, огромная. И снова так происходит. Пока, до тех пор, пока я не завершаю эту работу, тогда я прихожу к раскрытию. Да? Эйтан из виртуальной группы спрашивает, какой отказ от любви к себе нужен, чтобы сделать себе Рава? У каждого свое. Невозможно сказать. Но то, что написано, с того дня, как был разрушен храм, вкус Саити остался только у работников Творца. То есть, основная работа в том, что человек находится в противостоянии за величие цели против разных вещей не деньги, ну, может быть, почести тоже. Ну, короче, основное это почести, стремление к почестям. В разных видах для каждого. Невозможно тут сказать, сказать именно вот так, но есть несколько правил. Да? Карлос из Бразилии спрашивает, исправление в том, чтобы любить тех, кто любит меня, товарищей, или именно тех, кто меня не любит? исправление исправление не в любви. Исправление подняться над эго для того, чтобы прийти к объединению и внутри этого объединения раскрыть высшую силу. в этом исправлении. Объединение у него есть много форм. Последний его этап это любовь. Но это при условии, что это объединение должно быть целенаправленным и действительно все время быть связанным с целью. А иначе это может быть вместо святой компаний компания грешников. Скотт из Англии спрашивает. В группе я всегда вижу товарища великими. То же ли это самое, что сделать себе Рава? Это подобное тому, верно? Или относиться к Творцу, или относиться к товарищу в группе, или ко всей группе, или ко всему человечеству, или ко всей реальности, которые, как он пока представляет себе, находятся вне его, это одно и то же. Но это не немедленно вот так происходит. Это не мгновенно вот так начинает происходить. Он должен увязывать все время Исраиль, Тора, Творец, Единый. Адам Царех должен очень долгое время работать, чтобы сформировать внутри себя истинную картину. Она формируется очень медленно во всех своих деталях, во взаимосвязях между деталями, пока они все начинают раскрываться. это проблема. Например, вот если передо мной есть на экране какая-то затуманенная картина, я ничего не могу различить, это называется я запутан. Вот так мы находимся в таком механизме фотоаппарате, как он нам объясняет, в теме восприятия реальности. И этот аппарат потихонечку формируется в соответствии с тем, насколько я могу приблизить мои внутренние свойства к свойствам света. Да? Из галилейской группы спрашивают, как я могу знать, чувствую я величие Творца или нет? Если меня это обязывает подняться над тем, чем я обычно хотел бы быть и производить действие в направлении объединения, в направлении распространения, когда я не отключаюсь от мысли, что нет никого кроме него, вот это в этом состоит проверка. Удед из Нью-Йорка спрашивает. Вопрос почести поднимается много в последнее время. Это то желание, перед которым сейчас стоит мировое клей, как группа? Может, это он лично так чувствует? А что с этим делать? Собственно, и в этом был его вопрос. ничего тут не поделаешь. Надо видеть, каким образом почести на него воздействуют, почести, гордыня, стремление к власти вполне достаточно. Как это работает с одной стороны, с другой стороны, чтобы прояснить все это, ему нужна сила Творца, свет, возвращающий к источнику, чтобы он светил на него. И тогда, из противостояния их двоих между желанием получать и светом, он все время будет видеть разные явления в желании получать. Иногда стремление к почестям, иногда к власти, иногда еще что-то, какие-то страсти и так далее. что в нем властвует. Конечно, стремление к почестям самое общее, почести и, соответственно, этому стыд. Две стороны одной монеты. В этом вся основа желания получать, и на этой основе мы, в общем, и выстраиваем всю нашу работу. каким образом можно подняться над желанием получать без того, чтобы потерпеть ущерб в нем. То есть я могу почувствовать в желании получать ощущение стыд, ущерб моему самоуважению, ущерб моему статусу, отсутствие власти и прочее, прочее, прочее. Всякие такие виды ущерба в желании получать базисном и быть счастлив от этого, радоваться этому, тому, что я страдаю внутри желания получать, что я нахожусь в ощущении стыда, в мире, в отталкивании от мира и прочее, прочее. Потому что мне это помогает подняться, а без этого я бы не смог подняться над моим эгоизмом и пожелать Творца. То есть все эти вещи обязательны для того, чтобы подняться. Теперь вопрос. в работе вызывать такие ощущения я не могу, не способен. Но когда они приходят, как их использовать? вся наша работа над ущербом моему самоуважению. Против этого мы делаем усилия удостоиться оценки величия Творца. Кто будет властвовать, как написано, или фараон, или Творец. над этим я и в направлении этого я и прикладываю усилия. Ученик из США спрашивает, например, я чувствую, допустим, я чувствую важность Творца, каково действие по единению с ним? Если он чувствует важность, ему не нужно уже спрашивать. если я чувствую важность Творца, то все мои действия, как укрепить эту важность все больше и больше, чтобы я смог действовать настолько, насколько я способен, и тогда мое желание получать освобождается для работы Творца по мере важности. Если я раскрываю важность, немедленно во мне раскрываются возможности работать ради отдачи, тогда не о чем спрашивать, что я тут буду сейчас делать. Важность придает мне возможности, потому что до этого мое желание получать охватывало меня, и я работал в нем, для него, в той мере, в которой Творец раскрывается по своей важности, не более того, только его важность. И эта важность не просто важный, а важность против эгоизма. Тогда я уже для него могу работать. я это желание. Материал творения это желание. Это желание может работать только если чувствует что важнее. То есть вся наша работа что важнее. Или царь старый и глупый, с которым мы родились, или ребенок мудрый и бедный. Желание получать величие Творца, которое мы можем развить, раскрыть для себя. Да? Антон из Санкт-Петербурга спрашивает, почему в этой статье работа делится на работу с Творцом и с товарищем? Вот так человек чувствует. Здесь ничего не поделаешь. Я так чувствую. Есть группа, есть товарищи, я с ними разговариваю, произвожу разные действия. Они в моих глазах отличаются от Творца, это не одно и то же. Я пока не могу соотнести все, что есть вне меня, с двумя частями. В сущности, есть реальность. Я, искра во мне, которая не дает мне покоя, хочет раскрыть еще какую-то реальность. и окружение, весь мир. Третьих компонентов. Я, искра и окружение, человек и его мир. Теперь, когда я начинаю относиться к тому, что вне меня, вне меня, это группа, человечество, природа на неживом растительном животном уровне, и мы говорим, после этого есть еще какая-то высшая сила. Для меня пока вся реальность вне меня, это не я. Хотя мы изучаем в теме восприятия реальности, это мои части, которые я пока не могу соотнести с собой после разбиения. У меня в осознании, в ощущении есть некое разбиение. Я чувствую мои части как не являющиеся моими. Ну, скажем, тебе сделали укол, обезболивание, анестезию, есть у тебя кусок руки, кусок тела, который ты не ощущаешь. Ты можешь умереть и не почувствовать. Вот так я чувствую. То есть наша работа, поскольку я не чувствую, что это относится ко мне, наша работа в том и состоит против этого усыпления, против этого ощущения. Почему? Потому что если я чувствую относительно внешнего мира, что он не является моим, вот такая анестезия произведена тогда я к нему могу относиться в отдаче, как к чему-то чужому, другому. Я могу развить любовь к самому себе, мне не надо развивать любовь. Тогда я могу прийти к любви к ближнему. Если бы это не было отделено от меня в таком обезболивании, нет разбиения, нет обезболивания, нужен мир бесконечно. Но поскольку есть такое воображение, я могу развить любовь. Это свойство творца, а не свойство творения. при разбиении человек дает нам возможность приобрести свойства, которые не относятся к нам, неестественно для нас. Мы не понимаем, что это такое. И тогда я начинаю относиться к этим вещам, которые находятся вне меня, стараясь возлюбить ближнего как себя. Если я стараюсь отнестись к ближнему как себе, это называется любовь. Я над этим работаю, против моего эго. Это особая сила, она все время противится вследствие противодействия этих двух сил, которые действуют в двух разных направлениях. Именно вследствие этого, я тем, что они приходят с двух сторон от экрана, который находится в П парцухах, есть желание получать, который тянет вниз, есть сила экрана, отталкивание, которое я приобрел, он готов отдавать, воздействовать наверх. И под воздействием двух этих сил, которые во мне действуют, я могу понять между ними, что такое любить действительно ближнего. Не то, чтобы моего ребенка, или мою собачку, или мое тело, ближнего. И насколько больше я развиваюсь, мое отталкивание, моя ненависть к ближнему нарастает, над всем этим я развиваю силу любви. Вот это и называется любовь, только над ненавистью. Все прегрешения покрывают любовь. Только так. Но в чем тут все дело? Под воздействием двух противоположностей, которые есть в творении, творение может приобрести свойство творца. А иначе это было бы невозможно. Иначе мы бы находились все время в природе, который сотворил нас в таком виде или ином. Я не могу представить другой природы, кроме желания получать. Но скажем, он сотворил нас в каком-то непонятно каком виде, которого нет в реальности. Все таки, если бы нам надо было, если бы мы были сотворены, то есть вне его, самостоятельно, и также должны были приобрести его свойства, его величие, его статус, нам надо было бы сделать, выстроить внутри нас такое действие против, противоположное, чтобы всегда у нас было две силы, сила желания получать, и сила желания отдачи, которую мы сами выстраиваем над желанием получать, любовь над ненавистью. да. Эйтен из виртуальной группы спрашивает, понятно, как купить товарища, можно ли купить Рава? Если да, то как? Товарищи Рав, то, что мы изучали сейчас здесь, это относительно Творца. Товарищи это от слова хибур, хавер, единство, а Творец это Великий, то есть единство с Творцом, то есть единство с товарищем приводит тебя к единству с Творцом. В нашей действительности это, конечно, необходимо. И Рабаш об этом тоже пишет в статье или в послании, что об этом нужно говорить, это нужно обсуждать. И это, конечно, как с товарищами, так и Рав, как и Хавер, все находятся в сокрытии, все это находится в сокрытии от человека. Он не представляет себе ни величия товарища, ни величия Рава, ни величия Творца. И над этим нужно работать. Да. Даниэль Бен Юсеф спрашивает, Рав, что мы можем сделать, чтобы помочь тебе в твоем желании к цели? Осуществить это в распространении, вместе. А больше делать нечего. В той мере, в которой мы объединяемся и идем на распространение, тем самым мы осуществляем наше предназначение. Это то, что от нас сегодня требуется. Да. Доброе утро, Рав. Как я могу понять, тут, может быть, вы можете объяснить. Тут написано в этой главе между человеком и местом. Практически это наша работа против Творца и против пути, как приобрести товарищ. Как все это я могу тут решить? Написано между человеком и местом. И он нам объясняет практически, как надо работать с Творцом, со свойством любви и как при этом купить товарища. Он это так определил? Место ты знаешь, Маком. Творец называется Маком, потому что это место всей действительности. Место также называется желанием, где мы прилагаем усилия, получаем результат. Это тоже называется Маком, место. Между человеком и местом, человеком и его товарищем. Это две вещи, которые мы в своем восприятии, для нас это еще не едино. работа, работа, не знаю даже, что сказать, работа с местом, с Маком, это только в увеличении важности. Мне не нужно больше ничего. Мое желание получать, рядом с которым я нахожусь, и оно как, оно может быть служащим, как собака, или может быть наоборот, не слушаться меня. Если я нахожусь в состоянии, в котором я могу управлять им, где я могу выбирать для него под влиянием чего находиться, это, собственно, и есть работа человека. Как я работаю со своей природой, со своим желанием получать. точно так же, как я попадаю к врачу, он смотрит на меня и говорит мне, твоему организму нужно то-то, то-то и то-то. Я не могу так относиться к своему телу. Но врач, который на меня смотрит со стороны, он смотрит на него именно так. Он говорит, тут нужно отрезать, тут подлечить, и так далее, и тому подобное. Тогда ты будешь исправленным. Так если я способен сам себе быть врачом в этом смысле, то есть выйти из себя и видеть со стороны объективно, так, как будто со стороны. И тогда я уже определяю, как я буду работать со своим желанием, что называется гуф. Это мое желание, как тело парцува, гуф парцува. Как я могу работать со своим желанием, чтобы управлять им, правильно, целенаправленно. Мы изучаем, что здесь нужно, что мы, собственно, учим. Только это, что делать с желанием. Во-первых, чтобы его поставить на колени, преклонить. Мне нужно привести это желание к важности того, что находится перед ним, что перед ним находится. И я, глядя на это желание со стороны, своим разумом и своими выяснениями, я вижу, что это желание должно бояться, трепетать. Поэтому первая заповедь, это заповедь трепета. Если желание боится того, что есть кто-то более великий, тогда уже им можно управлять. и так двигаемся вперед. Это работа над местом, маком. Маком – это то, где я потом раскрываю Творца. Мне нужно привести это желание к таким изменениям, в которых я раскрою Творца. И раскрою не потому, что это приятно, вкусно и так или иначе приемлемо для этого желания, а потому, что я тем самым прихожу в соответствие с Творцом. И это желание помогает мне в этом. Оно работает не для того, чтобы я его наполнил, а для того, чтобы в работе над ним я раскрыл бы, что могу прийти к познанию Творца. Это значит сначала в рожь Порцов, а потом самому прийти на уровень Творца, то есть, чтобы это уже было в гуф Порцов. Есть я, который отличает себя от своего желания. Это точка в сердце. Желание слева, сила Творца, свет, возвращающий к источнику, справа. Так я работаю. И тогда я формирую маком, место, что я хочу в нем чувствовать. Перейдем к следующей части. Мы переходим к следующей части к следующей части урока. Мы переходим к следующей части. Вообще.